Продолжаем дальше работать. Шлем оденем в безопасности. Смысл такой. Во дворе кончается сено. Надо будет привезти, чтобы в ближайшую неделю не беспокоиться о том, что есть сено или нет. Стараюсь максимально облегчить свой труд. Каким образом? Когда коровы стоят в сарае ночью, все равно же им нужно есть. Сено приходится завозить. Таскать за дом далеко неудобно. Я на тракторе завожу во двор, складываю прямо возле сарая и на ночь заем. Так-то не целый день на улице, все равно приходится кормить. Сейчас пообедал. Можно работать дальше. Но пока работаем, можно порассуждать. Кто что увидит, что интересное или может услышит полезное. Ага, заключилась печка. Осталось только ей нагреться. По поводной воздух. Температура низковатая, конечно. Сейчас нагреется, будет нормально. Посмотрел, в общем, я ролики других, якобы деревенских. Но ни хрена я не скажу, никакие не деревенские. Горожане, которые под брендом деревни выставляют свои ролики. Что популяризирует свой канал. И как можно больше их смотреть. Ну, короче, пытаются заработать бабоны. Но не знаю, как у них получается, не получается. Если получается, молодцы, плаком руки. Мне это не надо. Для чего есть, снимаю. Для того, чтобы другие жители города, поселков городского типа, имели представление. Что такое труд, жизнь деревни. Как нужно жить, работать. Без этого уже дуть. Сколько стоит килограмм мяса, литр молока и все остальное. Большие, тяжелые были. Снегом все занесены. Но снега мало в этом году. Это сено я складировал еще в июне месяце. Первое сено. Застем. Подождем не было, но так сложенное неудобно. Так что его частично пролило. И оно мне пригодное. В общем, кормлю своим. Сколько сено даю, сколько съедят. Неограничено. Так что у меня на сеновал ход с другой стороны. Но я отсюда заезжаю. В общем, самое первое сено скармливаю. А остальное уже попозже-то. Которое носилось в августе. Вот вот часть продам, если может купят. Если не продам, сам скармлю. Полотняк оставлю. Надо никуда нагонять. И пусть питаются сеном. Сразу можно посмотреть соседние дома. Какие тут есть. Когда мы приехали сюда. Здесь было хвост населения огромное. Полторы-две тысячи было для людей. А сейчас осталось очень мало. В 90-е годы, когда была жизнь очень тяжелая. Немцы, вот немецкие дома специфика их постройки. Которые сюда были репрессированы по Волжье. Здесь набрались все свои фамилии. Все семьями большими. Отец, мать и все их сыновья. Собрались и поехали в Германию. В Атерляндию. Ну поехали, поехали. В то время, да, здесь было сложно. Тяжело в 90-е годы пережить. Но сейчас время изменилось. Изменилось руководство страны. Изменились политические, огромные экономические условия. Не знаю, если бы сейчас здесь тех ловили, которые уехали. Жили бы хорошо. Муженики были. Так. Сейчас сено скинул. Чтоб встряхнуть с него налипший снег. Перевернул рулон и буду завозить его во двор. Сено плотное. Проводы плотные, тяжелые. И так-то просто с ними справиться. По центру еще можно их проколоть. А с торца прокалывать бесполезно. Ну, конечно, если упереться в забор, его проколешь. А на чистом поле бесполезно не проколешь. Не прокалывается. Сегодня тепло на улице. Ветерок поднялся. Там-то ветвь. Объеди, которые поджигаем. Скотина все равно естся. Оставляет часть седра. Он во дворе не будешь вас планировать. Выложу. И там сжигаю. Побыстрее сделаем скорость. Вот. Наверное, теплый воздух начинает идти. Подогревается двигатель. Это пока обедом остыл. Тут у меня дрова лежат напротив дома. Место позволяет. А во дворе некуда складывать. Да и зачем этот воздух? Прошлый год я нанимал человека, он рубил. В этом году нет. Тот был занят. Нанимать было некого. Привез. Сложил. Вот так в течение всей зимы выхожу. Порублю немного. Искармливаю. Короче, на этом тратере тут ко мне во двор заедешь. Надо пониженную включить, иначе я оторву или что-нибудь здесь. На ЛТЗ-то заезжал без проблем. Там трактор маленький, кабина ниже гораздо. А тут едешь и беспокоишься, как бы куда ничего не зацепить. Здесь с левой стороны скажешь, что такое. Мешки стоят с комбикормами, с овсом. Коров кормлю во время дойки. Овсом купили специально. Подпои. Часть мне отдали, часть купили. Короче, всегда обычно кормил его трубями. В этом году кормлю овсом. Это будет лучше. Так, ну что, попытаемся скинуть туда через верх. Я попробую. Или столкнуть лучше. Надо попробуем столкнуть. Короче, еще о тех, якобы, деревенских. Вижу, что городские молодые приехали, очень многие, жить в село. Не знаю, по каким причинам. Но я так понял, что жизнь не так уж легка и безоблачно в городе. А, упал не туда. Ну ладно, ничего страшного. Якобы ассоциирует себя с селом. Ну дай бог, живите в селе. Но особых действий, операций именно. В чем заключается жизнь села? Я там не увидел. Вот только у Володи Сакунева я вижу, что он, да, действительно, деревенский житель, коренной, из местных, выполняет операции. Какие операции? Сено косит, дрова колит. Именно вот занимается той работой, которая присуща для деревенского жителя. А остальные я вижу, что только разглагольствуют. И учат, получают основных, что делать, а что не делать. А сами не в экономике. Никакого натурального хозяйства я у них особого не видел. Вижу, что купили одну козу. Сразу, значит, чтобы руки не марать. Покупает доильный аппарат. И представления не имеет, как нужно доить. Короче, даже доит не в такт сердца. Я, конечно, гуманитарий, но мы почитали инструкции.